Привет! Добрый день! Жизнь! Боря Долин. Почему вы его назвали Тель-Авивом, но здесь на самом деле в скобках, сегодняшняя встреча наша в скобках, потому что кроме заранее оглашенных или не оглашенных тем, сегодня мы поговорим о том, что в общем ключе это всего то, о чем мы уже говорим, но как-то более целенаправленно в Песах. Перед этим чуть традиционно уже увидеть вот это, не обязательно вот это, а вот это здесь. Привет! И давайте пообщаемся немножко. Вот, привет! Так вот, послезавтра, ночь пасхального порядка. Седр, порядок. Но имеется в виду, седр как порядок текста, седр как порядок церемонии. А до скольки лекции я спросил Оганюс? Примерно полтора часа. Ну, скажем, часа двадцать одна минута, я думаю. В любом случае, послезавтра сидит еврейский народ где бы он ни был, собирается вместе теоретически, обычно, в обычный год. Сейчас меньше собирается вместе. Мы сидим, что-то кушаем, что-то обсуждаем, но глобально говоря, вспоминаем. Послезавтра еврейский народ возвращается во времени. И это, на самом деле, сумасшедшая немножко вещь. Мы с вами уже говорили про это. Мы с вами говорили про пят ножек инфильдом, мы с вами говорили про разные далекие страны и племена. И про то, что у евреев на самом деле нет истории. То, что у евреев есть, это память. И каждый ребенок в детском садике может рассказать самые главные вещи про Песах. Никто не помнит, как звали фараоны, в каком году и куда, и что, и сколько. Ну, ладно. Но каждый ребенок может рассказать тему события. Мы были рабами в Египте. Мы вышли на свободу. Это было кучу лет назад, в скобках 3000 с копейками, в двойных скобках. И если это было, ну, помните, ты помнишь вещи, которые не обязательно происходили, и сам факт того, что ты их помнишь делать настоящими. И в конечном итоге дошли до свободы. А свобода это здесь, он только что ее показал за окном. Вышли из Египта, велосипед, сели и дома. И через два дня мы садимся, и мы вспоминаем. Это на самом деле, как я сказал уже секунду назад, совершенно сумасшедшая вещь. Каждый такой вот стол, за которым сидят люди, возвращается 3000 лет назад. И когда мы рассказываем заново, как рассказывали в прошлом году, и как будем рассказывать в следующем году, о исходе из Египта, мы не говорим «они» и «когда-то». Мы говорим «мы». Мы вышли, мы пришли, мы увидели, мы поднялись, с нами произошло, с нами вот мы. И вот мы, персонально мы, вот люди, которые сидят здесь, вышли из рабства на свободу. И в этом разница между историей памяти. Но все это из предыдущей, из одной из предыдущих бесед. Когда мы выходим на свободу из Египта сюда, в Дага Цисоя есть что-то посередине. Мы не просто перешагнули через какую-то египетскую границу, вот привет, мы здесь. Есть проход через что-то. А это что-то по-русски называется пустыня. Только есть такая немножко странная вещь. Когда я говорю слово «пустыня» по-русски, та картинка, которая, наверное, вспыхивает в вас в мозгах, это ничего, пустота. Это Сахара и песчаные дюны, где, в принципе, кроме песка и неба ничего нет. Смысл заложен в само слово по-русски. Пустыня – пустое место. По-английски то же самое. Desert – a deserted place. Заброшенное пространство. Ничего. Нет. И можно понять, почему это так. Потому что и русские, и английские смотрят на то, что они называют пустыней издалека. Из другой цивилизации, из другой географии, из другого климата, из другой немножко жизни. И когда ты смотришь оттуда сюда, тебе действительно кажется пустым. А на самом деле вообще не так. И слово на иврите «мидбэл», которое переводится на русский как «пустыня», на самом деле значит что-то совсем другое. Это не пустота. Это не пустое пространство. Это что-то другое. «Мидбэл» на иврите, по-моему, когда ты это уже говорил надувно, это от слова «лятбил». «Алятбил» – старые времена «опустить на колени». Кого опустить на колени? Стадо, с которым ты ходишь. Это значит, что в «мидбэл» есть стадо, которое что-то ест, какую-то растительность, стадо, которое что-то пьет, какая-то жидкость, само стадо, которое туда-сюда ходит, какая-то жирность. Есть ты, человек, который за всем этим присматриваешь. «Мидбэл» – это место для жизни. Только другой. «Мидбэл» – это кочевники, «Мидбэл» – это другой ритм, «Мидбэл» – это другие расстояния, другие горизонты, другое время – это по-другому. И это что-то, что может тебя вначале напугать, а потом, наоборот, взять и зацепить. Когда-то давным-давно, 70 лет назад, у нас здесь был поэт, которого звали Хайм Гулы. На самом деле, он был до 2 года назад, но в следующий момент, по-моему, 70 лет назад написал. Он говорит таково в Рештековне. «Есть אנשים, что нам не могут быть в этом месте. Целубная мидай. Слишком жёлтая. Шекрет, что ебшая льстегья. Такая тишина, что можно сойти с ума. Есть אנשים, что не им гадоли оленем в Мидбэл. Есть люди, для которых Бог слишком большой в этом Мидбэл. Энשים не валим, когда они шумием, а так уховим в лейнот. И люди пугаются, когда они слышат звезды ночью. Если у вас когда-то получилось быть в Мидбэл, ночью, и это только вы, и тишина вокруг. Есть люди, которые пугаются, когда они слышат звезды ночью. Но есть люди, которые заражаются, которые притягиваются к этой тишине, и они не могут уже остаться, уйти и расстаться с ним. Они останутся здесь. Мидбэл – это место с другим качеством. И на пути между рабством и свободой, тогда мы проходим через Мидбэл, через это пространство другого качества. И сколько времени мы ходим по Мидбэл из Египта сюда? И цифра, которая, наверное, замерцала у вас перед глазами – 40 лет. Куча времени. 40 лет. Это так много. Но давайте подумаем об этом секунду. Скажем, проснулись мы утречком в городе Александрия, побережье Средиземного моря в Египте. Или в Каире, или в любой другой точке вдоль реки Нил, условно. И мы решили, что мы идем сюда пешочком. Сколько это у нас возьмет? Подумайте, примерно. Не 40 лет. Это точно. Даже не год, если правда. Может быть, месяцы, если идти медленно. Но, наверное, что-то, что измеряется неделями, если идти оперативно. Если прям вообще оперативно, не знаю что, то, может быть, и днями измеряется. Но не 40 лет. Потому что, на самом деле, история немножко другая. И то, что мы сделаем сегодня с вами, это нырнем в Мидбэл и в его особенную сущность. Немножко познакомимся с ним и увидим его и через него, в принципе, жизнь глазами еврейской цивилизации. Но до этого – история. Мы вышли из Египта и мы идем. Не 40 лет. Вариант минимум несколько месяцев, вариант максимум год примерно. У нас происходит много чего в пути. Происходит погоня, с нами гонятся фараоны, получаем турнир на Синайской горе. Очень много всего происходит. Но в конечном итоге мы, да, доходим и, да, останавливаемся на границе Эль-Ци-Слэля. И собирается весь народ и все его племена. Помните, один народ еврей делится на 12 племен. Сидит Моисей в центре всего этого собрания. И перед ним 12 разведчиков. Люди, которые сейчас назначаются разведчиками. По одному из каждого племени. И он говорит им следующую вещь. Мы через секунду заходим в Эль-Ци-Слэль. Через секунду. Через время заходим в Эль-Ци-Слэль. Но мы забыли. Когда-то давным-давно наши предки там ходили. Но мы уже не помним. Мы не понимаем, что и как. И поэтому нам нужны глаза. Нам нужно, чтобы кто-то зашел, посмотрел, вернулся и рассказал. Чтобы мы могли лучше планировать, лучше готовиться. И поэтому давайте, пожалуйста, вот вы идите. Но не просто так идите, а совсем как сегодня в армии. Делать целый брифинг, куда и как идти и что смотреть. Вы идете определенным путем, вы обращаете внимание на определенные вещи. Встали и пошли. И они ходят себе по Эль-Ци-Слэль, по земле Израиля. 12 разведчиков по одному из каждого еврейского племени. Сколько ходят? В Торе написано 40 дней. Но в принципе, когда Тора хочет сказать много времени, появляются цифры 40. Не обязательно 40 дней. Долго. Днями. И пока они здесь ходят, на самом деле у них потрясающе. Я люблю говорить, что они как на Таглите. Все волшебно, пейзажи, приключения и так далее. И когда они возвращаются обратно через условные 40 дней, они несут с собой огромную-огромную грозь винограда, чтобы показать всему народу, насколько же здесь все-таки потрясающе. И через 41 день, с момента, как они вышли, сидит Моисей опять, и перед ним 12 разведчиков, а вокруг весь народ. И разведчики рассказывают, что же они здесь увидели. Все они говорят одну вещь. Земля, которая течет молоком и медом. Не обязательно молоко из коровы и мед, которые делают пчела, а может быть плоды, соки разных деревьев и так далее, но смысл тот же самый. Страна, где потрясающие урожаи и земля живая и все потрясающе. Вау! Земля, которая течет молоком и медом. И весь народ вокруг делает но вдруг 10 из разведчиков добавляют. Двое ничего не добавили, все сказали. Течет молоком и медом, точка. Но 10 говорят еще одну вещь. Да ну, земля, которая поедает тех, кто на ней сидит. Земля, которая тяжелая, здесь есть большие народы, огромные города, стены и так далее. Это будет ужасный, ужасный бой, ужасная, ужасная битва. И в принципе, жизнь здесь непростая и есть полно всяких сложностей, трудностей по-настоящему. И поэтому земля, которая поедает тех, кто на ней сидит. И весь народ вокруг делает примерно так. В принципе, если ты читаешь историю схода из Египта, мы делаем так очень часто. Мы вышли и идем и ноем. Много. С поводом, без повода ноем. Жалуемся и делаем Моисею ужасную тяжелую жизнь. Поэтому умею делать очень-очень хорошо. И каждое утро, когда ты просыпаешься, у тебя есть какой-то там кризис, большой жизненный или совершенно мелочный микрокризис, ты все равно в слезы и в истерику и почему я вышла из Египта, пусть я вернусь в Египет и там я просто вот сдохну в рабстве, но это будет лучше, чем здесь. И сейчас опять, сейчас у них даже есть хороший повод относительно. Сказали 10 разведчиков, земля поедает тех, кто на ней сидит. У нас ничего не получится. Ужас ужасный. Давайте вернемся в Египет. Давайте попросим прощения. Давайте станем рабами опять. У нас ничего не получится. Ага. И сейчас, после того, как Бог прям рассердился и почти всех нас уничтожил, и Моисею нужно было просить в очередной раз, чтобы дали нам какой-то шанс, сейчас мы разворачиваемся и уходим в Мидбал надолго, в которой написано 40 лет. Но я уже сказал, что каждый раз, когда Това хочет сказать много, она говорит 40. Надолго. Ушли в Мидбал. Почему надолго ушли в Мидбал? Официальный ответ, чтобы умерло поколение, которое помнило Египет. Они помнили, как это быть рабами, а потом их больше нет, и следующее поколение уже в Мидбал родилось и выросло. Но, может быть, не все умерли, может быть, полтора человека остались, может, даже больше. Только Мидбал тебя изменяет. Когда ты выходишь в Мидбал, я специально говорю грецкое слово Мидбал, а не русское слово пустыня, когда ты выходишь в Мидбал, с тобой начинают происходить странные вещи. В Египте раньше было просто. Было тяжело и ужасно, тебя были палками, но думать не нужно было. Не было никакой ответственности. Ты ходил себе, нес свой каменюк на плече, но ты прекрасно знал, как будет выглядеть твое будущее, и ты прекрасно знал, что у тебя будет на ужин, что у тебя будет ужин. И не нужно было думать, и не нужно было принимать решение. Оттащи камень, и все. А в Мидбал, ну, как раз наоборот. У тебя все, что есть, это одна большая ответственность. Где еда, где вода, где палатку открыть, как ее вообще достать в эту палатку, с чего решить, как друг с другом жить, как относиться к людям, которые тебя окружают, как контактировать с другими, чужими племенами, народами. Куда вообще идти, что делать, когда погода, что делать, когда ветер, а что делать, когда ребенок потерялся. А что, а что, а что, а что? Ответственность. И тебе приходится эту ответственность брать, тебе приходится как-то справляться, тебе приходится находить решение, тебе приходится учиться. И в конечном итоге рабство с тебя смывается. Даже если ты физически все-таки выжил и дышал, но ты уже не раб. Может быть, у кого-то из вас когда-то в жизни получилось выйти далеко. Может быть, даже в Мидбал, но море, горы, лес и так далее тоже работают. И ты видишь, что очень быстро, когда у тебя получилось уйти наедине куда-то далеко на природу, в мир, все, что не настоящее, начинает отваливаться, отпадать. Даже иногда вещи, которые ты был уверен, что они прям мега настоящие, а вдруг нет? Время меняется, и тикающий механизм на твоих руках уже не имеет никакого значения. Ты начинаешь думать о времени другими понятиями. День, ночь, холодно, тепло, дождь, не дождь и так далее. Расстояния меняются. Если раньше ты думал дойти от дома в магазин или проехать 15 минут на работу не знаю что, или 6 остановок метро, уже нет. Вот та вот гора через эту долину, и у тебя даже получается. Ты вполне себе ходишь на другую сторону этой горы через вот эту вот долину. Все окей. Оказывается. Твое ощущение людей, ты вдруг их ощущаешь, ты вдруг их видишь. Это не какая-то там толпа в метро или люди в кафе, какая-то бесконечная боготня муравейник. Люди начинают вдруг проявляться, становятся из просто лиц, имена и характера, где-то там даже друзья, где-то там даже семья. И это происходит даже сейчас, в 2020 году. Если у тебя получится взять и уйти в Медвел, тогда тот же самый эффект. Ушли, и все, что не настоящее, начало отпадать. И нам пришлось учиться, и нам пришлось справляться. И нам пришлось знакомить себя и знакомить с собой и знакомиться с новой вселенной. Сюда и дальше немножко про эту новую вселенную. Про то, что ты встречаешь Медвел и что ты можешь у этого научиться. По-моему, это было правильно по-русски, но не ручаясь. Так что давайте. Ты ушел в Медвел, и одна из первых вещей, которые ты встречаешь, это звери, которые там живут. Когда-то было больше, сейчас немножко меньше. Про несколько из них я вам что-то расскажу. Во-первых, вы видите вот этого друга. Видите его? Он горный козел, правда? Правда. На иврите он называется Яэль, и на иврите он на самом деле она. Яэль – это же слово в женском роде. И Яэль – это красивое женское имя все еще. Может быть, если вы в Израиле немножко знакомы с израильтянами, у вас есть знакомые израильтянки, которых зовут Яэль. А назвать свою дочку горной козой по-русски – это как-то так себе. Лучше, чем просто коза, все-таки горная, но все равно небольшой подарок. Если девочку назвали горная коза, не знаю, Павлова, ее жизнь, наверное, будет так себе. А на иврите на здоровье Яэль – это потрясающе. Почему? Потому что мы ходили через Миньба, и мы встретили Яэль, и мы вдруг поняли, что они потрясающие вещи. Увидите, вот этот вот Яэль, он весь мускулы. Почему? Потому что он живет в сумасшедших горах, на громадных отвесах, где-то там высоко-высоко, куда мы не можем и мечтать, чтобы туда попасть. И прыгает с камня на камень и вообще без ничего. Ходят стадами. У них есть детские садики, когда рождаются маленькие ягнята, козлята, кто они просто, козлята, скажем. Они живут в стаде вместе с женщинами Яэль. Две такие вот женщины Яэль за ними всеми присматривают, а пока что все остальные идут пустись. Возвращаются, меняют этих двоих, и вот так вот есть детский садик. Ты смотришь, как Яэль прыгал где-то там в горах, и у тебя дух останавливается, это восхищает тебя, это так красиво. И поэтому Яэль, потрясающее женское имя. Ты ходишь еще немножко по Митбал, и где-то уже не в горах сверху, а вдали, не снизу, ты видишь вот этого друга. Он на иврите Цви, а по-русски, наверное, Газель или Лань, или что-то такое вот. Цви было красивым мужским именем. Сегодня уже не очень, сегодня мало кто называет своего сына Цви. Находится еще дядя по Израилю, так вот сейчас уже такие 50-60 лет, которых зовут Цви. Их относительно много. Цваим, Газели, живут в низинах, там, где плоско. Если Яэль им несутся себе по обрывам и по скалам, то Цваим идут по равнению, бегут по равнению очень быстро. При этом не просто бегут, а у них такой вот бой, бой, бой. Смотря на них, в древние времена ты видел символ скорости, ты видел символ элегантности, как правильно сказать по-русски, и ты восхищался ими тоже. Сидел себе, вокруг тебя своим бегом. Пауза, скобки. Некоторые из вас знакомы с моим псом, его зовут Ктанфус, он покрасавший, коричневый хаский. И мы примерно год назад переехали вот сюда, там, где мы живем, деревушка, которая называется от Коа не так далеко от Иерусалима. От Коа стоит на границе Мидбал. У нас с одной стороны зелень и холмы и родники, сады и так далее, а с другой стороны Мидбал иуда, иудейский Мидбал. Ктанфус до этого городской пес жил в Иерусалиме, и вдруг у него есть все эти просторы, и он на них выходит и начинает бегать здесь со скоростью 150 км в час. И тут оказывается для него новость, что в мире есть своим, есть газели, и он, увидев газель, очень хочет с ней играть и бежит на нее со скоростью 150 км в час. А газель не знает, что он хаский, он в принципе хороший и лезет к ней дружить. Она видит, как к ней мчится громадный коричневый волк и начинает делать то, что они делают в таком случае. А это второй этап убегать, а первый сам удивился, это делать а потом убегать. И прыгают они своими огромными прыжками, а Ктанфус несется за ними, и он понимает, что у него ничего не получается. И он начинает это делать быстрее, но нет. И тогда он решил, что может быть будет правильнее повторять. И вот газель делает боинг-бойг-бойг-бойг. Ктанфус делает боинг-бойг-бойг-бойг-бойг. Но ничего не получается. Не получилось тогда, не получилось с тех пор. Слава Богу. Ты ходишь по Мидбал и ты видишь своим. Ты ходишь с ним по Мидбал и вдруг оказывается, что там есть кроме всех этих милых травоярных друзей и они тоже. Увидите его. А он, леопард, наеврите намел. Немерим жили здесь на Ближнем Востоке вообще и у нас в иудейской пустыне, в Нагеев тоже до недавнего времени. До 2007 года можно было сказать, что да, в Израиле водятся немерим тоже. В 2007 году исчезли последние. Почему исчезли? Потому что человек, среда обитания вмешивается в дома, города, кибуцы, дороги и так далее. В 2007 году были последние и мы их знали по именам. И было несколько раз тогда, в 2007, когда один из этих немерим просто зашел кому-то домой в кибуце Энгеде или в кибуце с Дебукэру. Просыпается человек утром, у него леопард в комнате, он такой, ну, иди, кыш, кыш, кыш. Они исчезли, нам было коллективо грустно, но совершенно недавно оказалось, что, возможно, они вернулись. Где-то на юге в пустыне заметили следы аж четырех. Слепохил самка или щенка, не щенка, котенка, тигуренка, или апрадненка ходят с ней по медбам. Ты смотришь на немел, а он хищный, и ты видишь, как он двигается, и ты видишь, как он дышит, ты видишь, как он замирает, ты видишь, как он охотится, и даже если ты никогда не охотился в своей жизни, тебе есть чему от него научиться. И ты ходишь дальше, встречаешь еще друзей. Тут у меня есть много номерим в книжке, потому что они потрясающие. Ты видишь его, а он гиена, увидите его. Их все еще много. Одна большая живет у меня совсем здесь в ущелье под окном. Не знаю точно, чему ты можешь у них научиться, но да, я могу сказать, что здесь, на Ближнем Востоке, люди были уверены до относителя недавнего времени, что гиена это на самом деле зверь, это джин. И когда ты ходишь к себе по пейзажу, а она смотрит тебе в глаза, вдруг появилась и посмотрит тебе в глаза, она тебя гипнотизирует, и ты уверен, что это не такой вот зверек, это на самом деле кто-то, кто тебе близок. Она идет, ты идешь за ней, такой вот, мама, мама, и она заводит тебя в свою какую-то там нору или пещеру, а потом она тебя ест, что не очень приятно вообще, и особенно не очень приятно, если ты видишь ее как свою маму, вообще плохо. Но на самом деле есть то, чему гиены, цевроны, евреи могут тебя научить. Во-первых, ну, они падальщики, это значит, что они едят, что есть, они не особенно цацкаются. Они работают относительно дружно, они очень-очень настойчивы. Ты смотришь на них, ты видишь некие качества и говоришь, если у них получается, может быть, у нас тоже, у меня тоже получится. А еще есть вот этот подруг, его мы знаем, это небольшая новинка. В горбу жир и ноги такие вот длинные, и снизу что-то, что не копыта, а такие вот специальные ступни, чтобы было удобно наступать на горячие камни. Гамаль на иврите, верблюд по-русски, у него есть много чему научиться, потому что гамалии могут очень долго ходить по пустыне, по медбару, без воды. Сколько долго? Двоеточие. Неделю легко. Две недели можно, но уже никак не нужно. Три недели издевательство над животным. Четыре недели, он, наверное, все еще жив, но вообще так не надо делать, это прям плохо-плохо. Много. И они могут нести на себя большой груз. А почему такие длинные ноги? Потому что земля очень горячая и дроблю так построен, чтобы основная его часть была где-то сверху в воздухе и летала где-то над горячими песками. Про всех этих друзей и еще немножко друзей, которые появятся, может быть, скоро, в ивритских текстах есть высказывания. Это может быть в Тории, в самом изначальном и древнем ивритском тексте. Это может быть дальше, в Невиим, Пророке, или Ктувим, Писание. Это может быть в многих разнообразных книгах, которые появляются дальше, но про всех этих животных и других у нас есть что сказать. Мы их помним и мы чему-то от них научились. И одно из высказываний, которое я сейчас попытаюсь прочитать, говорит про лис. Но перед тем, как я вам прочитаю, покажу вам эту книжку. Книжка называется Мидраж Шетах. Мидраж толкование. Шетах пейзаж. И вся эта книжка, как многие другие, она не одна такая, есть много, заполнена разнообразными животными, растениями, местами и так далее. И что про них говорится в еврейских текстах. И она построена специально так, чтобы ты мог просто взять ее в карман и уйти в пейзаж вместе с ней. Останавливаешься где-то на горе, открываешь, и вот видишь, что есть в еврейской цивилизации, сказать про то, что тебя окружает. И здесь есть небольшой момент, который говорит про лису. Но на самом деле не про лису, а про мудрецов. Поверьте через секунду. Раби Елеезер אומר, это из Мишна, текст, который появляется в 200-м году новой эры, то есть 1800 лет назад. Раби Елеезер אומר, Раби Елеезер говорит, иик, вот хабраха, хабиба леха кашельха. Пусть будет честь твоего друга, близка тебе, и дорога тебе, совсем как твоя честь. Валет ей ноах ли каас, и не будь логак для каас, когда человек седется, не сради слегко. Вещу в Йом Ихар לפне митадха. И день до своей смерти вернись. Откуда вернись? От всякого бреда где ты находишься. Куда вернись? К смыслу. Можно сказать, митбал. Вае митхамэм кеннегед ораншин хахамим. Игрейса от цвето мудрецов. Вае зе хир бедахатан шла утихове. Но будь астарожен ат их углей штобе неебжечта. Шенешихатан нешихат шоал. Ватамушта укус мудрецов это как укус лисы. Ва кицетан на кицет акрав. И анежалят как скрепион в лехишатан лехишат царап. Они шепчат совсем как ангели или смела. То же самое слово на иврите. И все их слова совсем как угли. И это небольшой вот такой вот момент про мудрецов. Но в нем проявляются не только разнообразные высказания и смыслы, но и живность пустыни. У всего, что окружает человека из еврейской цивилизации есть какой-то смысл. Ничего не просто так. Дерево, дорога, забор, холм, облако. Все не просто так. И про все есть какое-то высказывание в ивритских текстах. Еще один пустынный друг, например, про которого что-то у нас сказано в текстах от змея. Как еще раз называется книжка? Скажи, пожалуйста. Книжка называется Мидраш Шетах, когда буква Шен, она одна. Получается одно слово Мидрашетах. Вот такая вот. И это очень израильская, еврейская вещь. Ее выпустила, она вышла в память о мальчике, который скончался, его звали нафтоли. И он любил путешествовать, любил ходить по природе и так далее. Это он. И вот в его честь выпущена книжка определенная организация, она тоже как бы сложна, что за организация и так далее. Но смысл понятен. Еще один зверь, про которого в наших текстах есть какое-то высказывание, это змея. Западная цивилизация, змея. А здесь, когда ты живешь в Мидбал, это часть твоей жизни. Это может быть не сильно позитивная часть твоей жизни, ты не всегда радуешься, когда ты ее видишь, но это часть твоей жизни, по которой стоит ее объяснить, стоит про нее что-то сказать. И одно из высказываний, которое появляется у нас в древних текстах, рассказывает, как сидит один из наших древних мудрецов и проводит какой-то урок. И тут змея идет мимо его дом толкования в город, который находится совсем рядом. И его ученики как-то засуетились и пытаются эту змею прогнать, а она не прогоняется. Слева, справа все равно в город пытается вот туда вот пройти. И в конечном итоге пришла. И говорит, вот этот мудрец, наверное, она делает задание Всевышнего. Она не просто так туда идет. И через какое-то время написано у нас, действительно, стало ясно, что она ужарила определенного человека в городе, он скончался. И у нее есть некий смысл, она цель направлена. То же самое почти у нас сказано в другом тексте про скорпионов. Такая же история. Шел далеко-далеко, в конечном итоге уткнулся носом, у него нет носа, неважно, в реку Иордан, и появилась специальная лягушка. Это совсем из другого мира, из других босней, но здесь по-другому. Чтобы перевести его на другой берег, потому что он шел по заданию, ему нужно поужать определенного человека с другой стороны. У всего есть смысл. У животного мира, конечно, в том числе. Они же ходят и так далее. И последнее, про животный мир, а потом перейдем на что-то другое. Это собаки. В еврейском мире на самом деле сказано, что мы должны быть благодарны собакам. Что собаки это потрясающее животное. А почему мы должны быть благодарны собакам? К Израилю, на людей Израиля не лают. И было сказано, всем детям Израиля собака как бы не показывала свой язык. Когда мы выходим из Египта, собаки, которые могли бы нас открыть египтянам, что вот мы пошли лать и так далее, они молчали. И нам сказано, и поэтому вы обязаны, вы в долгу перед собаками. Нам сказано, что мясо, которое человек не может есть по разным причинам, так или иначе, но потеряя свою кошерность, ты не просто швыряешь куда-то там, ты должен пойти найти собачку и накормить ее, потому что ты у нее в долгу. У всего, что тебя окружает, и у зверей особенно, есть какой-то смысл. Мы идем через Мидбал, и мы встречаем животный мир. Но мы идем через Мидбал, мы встречаем растительность тоже. А когда ты смотришь на мир глазами в грехской цивилизации, у каждого растения, дерева, трава, что бы это ни было, есть тоже какой-то смысл. Часто есть какое-то использование, но чаще есть какая-то сказка, есть какое-то высказывание, есть какое-то объяснение. Несколько из них. Один из символов этой земли в древние времена был тамал. Тамал – финиковое дерево. Финиковая пальма, большая такая. Тамал – это красивое женское имя все еще. Может быть, вы знаете тамал какую-то. И понятно, почему. Стройное, высокое, красивое и плодотворное. Тамал – это растение, которое использовалось полностью. Все, что оно давало, использовалось по разным назначениям. И тамал появляется у нас тоже в одном из наших древних текстов в следующей истории. Рассказывается, что где-то в долине Битя, недалеко от Ирыхона, снизу здесь, недалеко от Миротого моря, росла тамал, женское дерево, и не давало плоды. И все волновались, все там фермеры ходили и пытались понять, что с ней, почему так, и почему не работает, и как же быть. Ой-ой-ой. А потом проходил какой-то умный ровень, который посмотрел и сказал, что вы хотите. Вот видите, вот там вот вдалеке стоит тамал мужского рода. Она на него смотрит целый день. Она влюблена в него, она его полюбила. И поэтому, если вы хотите, чтобы она давала плоды, возьмите как бы от него и передайте ей, и все будет хорошо. И так и сделали. И были плоды, и все было хорошо. Про тамал, в скобках, такой вот зум-ин, есть еще что-то. А это еще что-то, это то, что тамал появляется на монете, римской монете. Юдея капта, плена Юдея. Две тысячи лет назад, когда римские легионы разрушают Иерусалим и побеждают нас в нашей первой большой войне, Рим для того, чтобы показать своей империи, что это произошло, выпускает специальную монету, Юдея капта. Где? Круглая монета. В центре тамал, дерево, которое символизирует землю, и в мире было понятно, что ты видишь тамал, ты видишь на самом деле Элдисалим. С одной стороны, римский легионер, который уже без доспехов, и доспехи лежат в сторонке, потому что он победил, он такой большой, победоносный, а с противоположной стороны тамал, сидит женщина, и она плачет. Это мы, еврейский народ, Юдея капта, пленен на Иуде. И мы плачем, потому что Рим нас победил, и Рим молодцы, мы так себе, и тамал нас разделяет. И эта монета разошлась по всей Римской империи, чтобы показать, что с нами произошло. В 1958 году, когда государство Израиль празднует свое десятилетие, десятилетие независимости, Израиль выпустил медаль, где с одной стороны есть Юдея капта, распечаток вот этой древней римской монеты, а с другой стороны написано Ислей Либератор, Израиль свободен. В центре тот же самый тамал, потому что земля та же самая, и тамал тот же самый. Только вместо плачущей женщины это миски Буцник, который сажает еще один небольшой тамал рядом, а вместо легионера есть женщина с младенцем, что немножко пафосно, но смысл в понятии, и на самом деле это вау, потому что прошло 1900 лет, и вот мы здесь. Еще одна небольшая вещь про тамал, это то, что со временем они вымерли. Когда мы покидаем эту землю, приходят поколения, тамалим исчезают отсюда, просто нет. А сегодня ты едешь, скажем, по дороге в Айрат, и у тебя на каждом шагу. Ты проезжаешь рядом с морем, и у тебя тамалим везде плюс-минус. Ну, не везде, часто. И это не просто так, потому что мы вернули. А именно, человек, которого звали Бенсион Исраэли, кибуцник из Дганди, есть такой кибуц, и он в 20-е, 30-е, 40-е годы носился по всему. Аккушила. Бедах. Тут позвучал голос. В любом случае, вернули со всего Ближнего Востока, собрались здесь опять и растут. Это тамал. Еще что-то, что мы видим, когда мы идем через Мирбал, это дерево, которое называется щита, акация. Представьте себе, немножко тоненький и очень такой вот изверистый ствол, на котором, на ветках растут маленькие такие вот листики, и он колючий, колючее дерево. Щиты им растут в пустыне, в Мирбал часто. И растут обычно в низинах, растут обычно там, где течет вода. Иногда. Когда зима, дождь и наводнение. И про щита есть тоже несколько красивых традиций. Одна вообще не у нас, но про нас. Бедуины в пустыне, в Нагеве, в Синай, рассказывают историю, где мы фигурируем. И они рассказывают, что когда мы шли в Египет, еще не в рабство, а шли туда, потому что здесь был голод, и в Египте было обещание еды, им там могли спастись. Мы еще даже не народ, мы семья. Яков и его сыновья. Мы идем в сторону Египта, Яков, который уже очень пожилой, говорит своим сыновьям сажать щитим, сажать акации. И они говорят ему, ну пап, ты чего, серьезно, голод, мы идем туда, нужно как-то прокормиться, что за чувство, останавливаться, сажаться где-то искать, сажать, зачем? А он говорит, не-не, сажайте. И через много поколений, когда мы выходим из Египта, как рабы, ну уже из рабства в свободу, мы находим щитим везде. Ашита – это тень, ашита показывает нам, где вода, ашита в худшем случае это что-то, из чего можно сделать костер, хотя в пустыне нет фактических табу, тебе нельзя рубить деревья, которые там растут. Ашита – это дерево, из которого мы в пустыне, в Митвал, строим переносной храм, строим мешкан, шатер, который превратится после в Иерусалиме в здание храма. И со временем у нас появилась красивая традиция. В Древнем Израиле каждый раз, когда рожалась девочка, ее родители сажали щита, сажали акацию. Каждый раз, когда рожался мальчик, его родители сажали элез. Элез – это кедр в Ливане, ливанский кедр, большое такое дерево. И они росли себе. Проходило время, мальчик и девочка женились, была свадьба. И из этих деревьев делалась хупа. Под ней они женились. Под ней они женились. И был в этом красивый немножко символизм. Потому что элез – кедр – это дерево, из которого был построен храм в Иерусалиме. Это дерево, из которого строится дом. Щита, акация – это дерево, из которого построен мешкан в пустыне, переносной храм. Что-то, что как дом может немножко… Нет, сущность не в доме, не в стенах, а в присутствии. И есть в этом некая такая вот символика из древних времен, что жених, он весь такой вот дом, вот я тут сделаю, построю и так далее, а женщина – она наполнение, она суть, она дух местный и так далее, и так далее, и так далее. Все еще сегодня ты выходишь в Митбал, и ты видишь растения, которые там растут. Если тебе повезло, и ты немножко знаешь, знаком тебе что-то рассказали, ты понимаешь, как с ними жить, ты понимаешь, что из какой-то там травинки, которая растет вниз по ущелью, ты можешь добыть капельку воды. И эта капелька воды может дать тебе жить в каких-то условиях. Ты понимаешь, что если ты видишь определенный вид растения, то там есть вода под ним, или к нему будут подходить определенные животные и так далее, и так далее. Ты вышел, ты встретил растения, ты понял их, ты взял некую ответственность, и Митбал стал на крупицу чуть больше твоим домом. Но кроме животных, кроме растений, в Митбал ты встречаешь людей тоже. И учишься и у них. И со временем меняешься, со временем принимаешь вот этот вот образ жизни из Митбал. И следующая единица времени, то, что я хочу вам сделать, с вами сделать, с нами сделать, это рассказать вам немножко пустынных историй. Даже специальную, специальный атрибут себе достал. Из жизни пустынных кочевников. Если вы когда-то были на Таглице, вас, наверное, возили в Митбал как минимум на одну ночь, встречая людей, которые называются бедуины. Бедуины от слова бадья. Бадья – Митбал, пустыня. На самом деле, бедуин – пустынник. И бедуинов назвали бедуины люди, которые не оттуда. Люди, которые смотрят на них издалека. И совсем как по-русски, пустыня, а не что-то другое. Из зеленых мест, из мест, где оседл образ жизни, где дома и родники, поля и сады, ты смотришь вот туда, и ты видишь вот этих вот пустынников, кочевников. И у них особая цивилизация. И в этой цивилизации есть особые принципы. Принципы жизни. Потому что в Митбал иначе невозможно. Ты должен, чтобы у тебя были определенные установки. Через секунду расскажу вам несколько бедуинских историй и несколько таких принципов жизни. Но до этого скажу к слову, что если ты смотришь на еврейскую цивилизацию, то самые глубокие понятия, самые глубокие ощущения, самые глубокие смыслы, которые связывают нас вместе, это оттуда, это из Митбал. Если ты смотришь на наших праотцов и праматерей, они кочевники, они бедуины, совершенно аутентичные бедуины. Ходят шатрами по Митбал и весь их образ жизни и все, что с ними происходит, это бедуинская жизнь. Потом, через много поколений, мы опять через Митбал, исходя из Египта, мы опять научились быть бедуинами. И когда мы уже пришли сюда и вошли в Эл-Тис-Л, часть из нас с бедуинами осталась. Кто-то сел и построил себе деревню и начал выращивать поля и так далее. Кто-то бегал и через секунду несколько пустынных историй, которые пришли не из еврейской цивилизации, а из пустынной жизни, но они релевантны где-то для еврейской цивилизации тоже. И первая из этих историй начинается в ночь, когда идет ужасный дождь. Бывает такое, раз или два, или три в зиму, когда идет дождь над пустыней. И это необычно и немножко странно. И ты знаешь, что очень скоро русло заполнится льдой, будут наводнения. Это может быть опасно. И где-то посреди Митбал стоит бедуинский лагерь. Несколько шатров, несколько семей. И в шатре у шеха, у вождя этого племени, собрались все мужчины этого племени. И уже рассказали все истории, уже посплетничали все сплетни. Сидят, молчат, ждут, пока дождь пройдет. И вдруг край шатра немножко двигается, и туда заходит молодой такой вот пастух, один из ребят племени, которого зовут Махмуд. Простой мальчик, маленький мужчина, лет так не знаю, семнадцать. Перелезая через всех мужчин, которые там сидят, садится прямо перед шехом и говорит, мой шех, уважаемый шех, зная, что я полюбил твою дочь Хатму, я прошу ее жены в себе. И все мужчины, которые там сидят, делают потому что оно так не работает, так не должно быть. В пустыне оно работает совсем по-другому. Иногда в древние времена просто родители договаривались, и детей никто не спрашивал. А иногда дети сами приходили, но дети, во-первых, до этого не должны были общаться. Во-вторых, не ребенок к родителю наоборот, а ребенок к своим родителям, и свои родители идут договариваться с их родителями. Сложная немножко система. Не так. И все мужчины, которые там сидят, уверены, что через секунду что через секунду вот этот вот шех в ваш племени достанет свой кинжал. Правда, драма? Ха-ха-ха. Достанет свой кинжал и нету больше Махмуда, потому что так нельзя. Но шех на самом деле немножко мудрый человек. И он понимает, что Махмуд на самом деле молодец. Он маленький еще мальчик, но вырастет и станет большим. Харизматичный такой, молодец, голова на плечах все правильно. И может быть, в один из дней у него будет свое племя когда-то в будущем. А еще он заметил, что его дочь Фатма она тоже на самом деле неравнодушна к нам Махмуд как-то проходит рядом. И тогда он решил испытать его. И он говорит ему Махмуд, О, Махмуд, на тебе колышек. Встает один из колышков шатра. Бери. И сейчас ты идешь прямо сейчас в эту ночь под дождем два ущелена неравнета в пещеру джинов. И все, кто сидит в этом шатре, сразу взял опять потому что люди здесь медбал до недавнего времени. А многие все еще не то что верят, знают, что в мире, кроме нас, физических сущностей, есть еще джинны, духи пустыни, которые были рождены по колене назад из-за гня, который не поднимал дым. В любом случае, джинны совсем как люди, хорошие, плохие, христиане, мусульмане, евреи, а те, кто живут, у них два ущелья налево в пещере, они ужасные, они язычники, и людоеды, вообще никто никогда не подходил к этой пещере. Страшно, ужасно. И когда говорит шеху, ты давай идти, все уверены, что они куда-нибудь пойдут. А шех продолжает и говорит, иди в пещеру джинов, возьми колышек из моего шатра, дойди туда, в пещере, до самого дальнего зала, до самой последней комнаты, без пакела, без оружия, просто на ощупь и вонзи колышек в землю. Если ты это делаешь, говорит шех, то ты настоящий герой. У меня нет никакой проблемы дать тебе свою дочь, фатму, в жены. Если нет, извини. И Махмуд вздохнул глубоко, побледнял немножко, взял колышек и вышел. Перешел два ущелья налево, и он стоит перед открытием этой пещеры. Страшно, ужасно. И у него есть последняя секунда дилеммы, что делать дальше, зайти или не зайти. С одной стороны, джинни же его убьют, и ничего от него не останется, никакой фатмы, вообще ничего. Поэтому лучше взять себя и уйти куда-то далеко, может быть, даже выйти из пустыни. Никто никогда не узнает, что он на самом деле струсил, кроме него самого. Он же всегда будет знать, что он струсил, с другой стороны. И фатма, он ее по-настоящему любит. И поэтому глубоко вдохнул и зашел. И он идет через пещеру на ощупь, ничего не видит. Но на самом деле, он да что-то видит. Он видит, как какие-то более темные тени ходят по этой общей тьме. Он слышит, как джинни дышат вокруг него, их когти царапают камень. Он чувствует их дыхание у себя на шее сзади, фактически над ним. И проходит комнату за комнатой, зал за залом, чувствуя стены руками до последней комнаты. И когда он понимает, что сейчас уже некуда дальше, что все, он берет колышек изо всех сил, ванзает его в землю. А сейчас, когда он пытается выйти, сейчас они его держат. Они его словили, и он не может от них уйти. И он пытается как-то выбежать, но они держат его. Пытается броситься и как-то вот вырваться, но нет, ничего не получается. Он пытается уже как-то на коленях отползти, но нет. Руками ничего. Его сердце бьется все быстрее, 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 пока не остановилось. А утром, когда дождь закончился, все мужчины все еще сидят у шеха в шатре и ждут, а Махмуда нет. И они решают сделать что-то очень смелое. Они решают взять себя и зайти в пещеру. И увидеть, есть ли там его останки или нет. Если там есть его останки, то он герой. И нужно рассказывать про него сказки и писать про него стихотворение, и песни передавать дальше с поколения в поколение. А если там ничего нет, то он струсил и нужно забыть, что он когда-либо существовал. Одевается он все белое, молится Аллаху, берут оружие, берут факелы, толпятся немножко перед входом в пещеру, потому что страшно все-таки. И заходят. И проходят зал за залом, пока не дошли до самой последней комнаты этой пещеры, где не нашли тело несчастного Махмуда. А колышек пронизает его обаю, его длинную рубашку, в которой ходят бедуины в пустыне. Он пригвоздил сам себя в земле. И мораль этой истории, которую рассказывают бедуины в Мидбал, это то, что нет никаких джинов в пещере, никогда их там не было. То, что тебя убивает, это твой собственный страх. Не будешь бояться, все будет хорошо. А смелость это центральная ценность Мидбал. Жизнь швыряет в себя разнообразные вызовы, которых ты представить себе не можешь. А может быть можешь. вдруг нет воды, вдруг нет еды, вдруг кто-то упал и сломал что-то. Что вообще делать? Вдруг наводнение, вдруг песчаная буря, вдруг вражеское племя появляется. Первое, что делать, скажет тебе настоящий бедуин Мидбал, не бойся. А потом начинает думать дальше. Или даже бойся, но не давай страху съесть себя. Еще одна вещь. Боря помнит эту историю, ты нам так деться рассказывал, вполне возможно. Извини, я повторяюсь. В любом случае, к слову, бедуины в Мидбал никогда не умели писать. То, что они не дали умение, это рассказывать. И через истории, через рассказывание истории, они передавали дальше две вещи. Одна — это племенная память. Вот что когда-то произошло с нашим племенем. Слушайте, детишки. Или не детишки, не важно, но слушайте. А другая вещь — это принципы жизни в мире. И вот как нужно жить. Через два дня, вечером, собираются евреи и делают плюс-минус ровно то же самое. Не плюс-минус, ровно то же самое. Страх, точнее, его отсутствие, это большая ценность Мидбал. Но есть еще. И следующая история, о которой я тебе тоже, наверное, на Таглите рассказывал, говорит про капли дождя. Или точнее, про кровную месть. А кровная месть — это на самом деле ужасная штука. И она говорит такую вещь. Если в пустыне кто-то кого-то убивает, то семья погибшего обязана, не вопрос, не хочет их, обязан убить кого-то из семьи убийцы. Не принципиально его самого, хотя лучше, любого из его семей. После того, как это происходит, семья убийцы обязана убить кого-то из семьи погибшего. Потому что только что они живут. И так оно продолжается иногда, честно, столетиями. Есть несколько, относительно, много групп людей на Ближнем Востоке, племена и деревни и так далее, которые живут там, где они живут, на Ближнем Востоке, потому что началась кровная месть. И они 200-300 лет назад покинули то место, где они тогда сидели и бросили себя сотни километров в сторону, чтобы их не достали. Их все равно достанут. Потому что кровная месть — это принципиальная вещь. В Мидбал нет государства, полицейские не придут, если что. Те, кто за тебя постоят, это твои близкие, это твоя семья, это твоя племя, никого другого. А постоять нужно, потому что если ты не постоишь за кого-то из своих, ты обозначаешь себя как слабый, ты обозначаешь себя как добыча, как жертва. И округа только будет добиться больше и больше, поэтому вставай и давай. Некий ультрамеханизм взаимоподдержки. Если вы когда-то обращали внимание на то, что евреи какие-то особенно сплоченные бывают иногда, даже если секунду до этого спорят и кричат, спорим и кричим и ссоримся, но вдруг клак сплотились, во многом оттуда. Кровное место – это ужасная вещь. Это настолько ужасная вещь, что она существует, чтобы предотвратить свою причину. Она существует, чтобы человек в момент, когда вот я сейчас его убью, воздержался, испугался и понял, что потом будут у этого огромные последствия. И кровное место заканчивается, когда обе семьи садятся вместе с посредничеством какой-то третьей стороны, пьют кофе, разговаривают и подписывают некие договоры. Это называется сурха, совсем как наибрите слиха, прощение, извинение, что такое. Кто-то кому-то платит компенсацию, что там происходит, когда они выходят, будто ничего не произошло, как будто не погибло 200 человек за последние 50 лет. Все окей, братья навеки. До следующего раза. Кровное место медбалатин настолько важно, что есть история, которая говорит, что если человек это не сделает, Аллах это сделает. И она звучит следующим образом. Когда-то, в одной из ночей, в пустыне идет дождь. Может быть, то же самое с предыдущей историей. И два бедуина посреди всего этого пейзажа поспорили друг с другом. И в горячем споре один из них взял свой кинжал и клах. А бедуин, который падает сейчас ранен на землю, понимает, что это его последние секунды, понимает, что никто не отомстит его смерти. Что когда его семья придет на место, они просто не смогут прочитать следы. Бедуины, они идеальные следопыты, но дождь смоет все, ничего не будет понятное, они не будут знать, кому отомстить. Но он говорит своему убийцу уже через секунду, ты, может быть, думаешь, что у тебя все прошло, но нет, потому что капли дождя за меня отомстят. Ах, и умеет. Убийца стоит, вокруг дождя льет, ему смешно, капли дождя, и ушел жить своей жизнью. Через какое-то время приходит действительно семья погибшего, вон ходят, и действительно все следы исчезли, и нечего делать, но его семья знает, что Аллах все сделает. И даже если это возьмет время, помните, медва, время работает по-другому. Пошли жить своей жизнью. Когда нужно, чтобы случилось, случится, проходит год 2-3, и сидит бедуин, убийца у себя дома в шатре, а в крыше шатра небольшая дырочка. Идет дождь опять, какая-то особенно мокрая пустыня получается. И капли дождя проходят через вот эту вот дырочку, а он видит, улыбается, ему смешно, капли дождя, а он вообще пустит. А его жена сидит перед ним, видит, что он заулыбался, и уверена, что он на самом деле не просто так улыбается, у него есть хорошая причина. Она боится, что он задумал достать себе еще одну жену. В исламе можно до четырех, с тем условием, что ты к каждой относишься, как будто она единственная. В скобках, если ты читаешь самые первые еврейские истории, ровно тот же самый принцип. Она видит, что он заулыбался, подошла и начала допрос. И в конечном итоге он говорит, никого нет, отстань. Я три года назад убил такого-то, он сказал, капли дождя, там снят, капли дождя, мне смешно. И она такая, ну окей, пошла жить своей жизнью, потому что, ну мало ли, главное, что нет еще одной жены. Проходит еще время, и к ним в лагерь забрасывается совершенно посторонний бедовин, просто чтобы что-то украсть. Его заметили, а он видит, что его заметили. Прыгает франдомный шатер, бежит насквозь и дальше в пустыню. Тот, кто его увидел, это бедовин-убийца. Тот шатер, куда он совершенно случайно залез, это шатер бедовин-убийца. Где находится его жена? И он уверен, что его жена и какой-то посторонний человек, непонятно, что там происходит. И он заходит в шатер и говорит, жена, извини, ему придется тебя сейчас убить. Потому что, к сожалению, так он работал и иногда все еще так работает. Даже если женщина ни в чем не виновата, сам по тому, что посторонний мужчина его увидел, это все равно никакая нанесет пятно. Там, в Мидбах. Жена, мне придется себя убить. А жена говорит, нет, не нужно, нет, не мне. И через какое-то время выбегает и кричит, люди, он сошел с ума, он меня убьет совсем, совсем как он убил. Такого-то три года назад или четыре. И все знают. И новости в пустыне расходятся очень быстро. И очень быстро семья убийцы слышат, быстро каплю дождя отомстил из вот этого погибшего бедуина. В скобках. Несколько лет назад я в резерве, сижу здесь, снизу на Ярданской границе и сижу со своими бедуинскими следопытами. В армии многие бедуины служат и многие бедуины служат как следопыты. И пьем кофе, общаемся, и тут они начали истории рассказывать. Мы сидим 5-6 кругом, и тут доходит моя очередь. Я понимаю, что мне нужно сейчас рассказывать бедуинские истории бедуинам. Я такой вот, и начинаю рассказывать эту. И когда я вот рассказываю, там, дождя, все дела, они на меня как-то странно смотрят. Когда я рассказал, они закивали, такие вот, да-да, мы знаем эту семью. Так что вот. И еще что-то. Тоже из мира мидбал. Есть история, которая работает немножко по-другому, чем то, что мы привыкли думать в западном мире. История сначала, концом, серединой, ленарно развития событий и так далее. Иногда это просто метод для того, чтобы опять передать какую-то мудрость. И есть история, которую я когда-то тоже слышу от настоящего бедуина в настоящем мидбал, которая говорит про группу странников. Странников, пришедших в бедуинский лагерь. А там как-то странно и пусто. Они не бедуины. И они видят, что только ходит дочка семьи и спрашивает, девочка, привет, вот мы тут пришли, а кто тут, где все? И она говорит им следующую вещь. Она говорит, мой отец поливает воду водой, мой брат охотится на ветра, ветром, моя мать воюет с Аллахом. И они смотрят на девочку, ты воды достаточно пила, шляпу солнечную, что? Но девочка говорит, все, оставьте, сидите здесь, вот вам, пожалуйста, покушать, попить, сидите отдыхать. Через какое-то время появляется ее семья, приходит ее отец, обращается к ним с огромным уважением. О, короли, пожалуйста, заходите ко мне. Сразу же еда, сразу же... Только когда они садятся, он вдруг начинает называть их рабами. Кстати, рабы, скажите, пожалуйста. И они переглядываются, у них что-то вообще странное, необычное. И окей, это все очень странно. Но через какое-то время, покушав и отдохнув, и расслабившись, они встают, чтобы уходить. И он говорит им, да, прощайте, прощайте, поэты. И они говорят, окей, что, все, хватит, разворачиваться, давай, объясняй, что за чушь. И он объясняет, у него где-то за холмиком он себе арбузы посадил, и он пошел их поливать. Арбузы, в основном, вода поливает воду водой. Его сын был на охоте. Охотился на цвы. Помните газель, которая очень быстрая? Верховно, лучшем своем скакуне. Она как ветер, он как ветер, он охотится на ветер-ветом. Ее мать оплакивала своего ребенка, который скончался. А это значит, что она спорит с Аллахом, потому что она не согласна с его волей. И почему же так, и что же ты натворил? Когда они пришли к нему в гости, вначале они корыли, потому что, ну, уважение и так далее, и гостеприимство. Но когда они садятся, у них нет права выбора, потому что они обязаны соглашаться с любым предложением своего хозяина. Вот вам это попробуйте, вот вам это попробуйте, вот это попьете, попейте, вот это попейте, а сейчас давайте так, а сейчас давайте так. Становятся фактически рабами. Когда они уходят, они уходят к Афейте, потому что они приносят с собой даже те истории, тот кусочек жизни, который они только что пережили, и идут себе. И последнее из пустынной жизни, это история про то, как не в пустыне, а здесь у меня перед окном, чуть выше, там где зелень и холмы, и поля, и так далее, поспорили два февера. По-арабски фалях. Поспорили два фаляха, потому что один из них говорит, что ночью другой подвинул камни между полями, и типа отхватил себе кусок его поля. А другой говорит, нет, никогда, все так было всегда. И они кричат, ты украл мою землю, нет, ничего не крал. И вдруг снизу по дороге в Мидбал проезжает пожилой бедуин, дедушка такой на ослике. И они бегут к нему и кричат, я шейх, я шейх, уважаемый шейх, рассуди нас, пожалуйста. Он говорит, конечно. Садятся, готовят кофе, шесть часов говорят о погоде и о разных темах вокруг, а потом дошли к сути вещей. Один говорит, он украл мою землю, другой говорит, ничего не крал. И шейх послушал этого, послушал этого, потом сказал им секунду и упал ухом к земле. И они на него странно смотрят. Дедушка со своим, все в порядке, он делает ш. Окей. Сидят, пьют кофе, мочат, смотрят на него. Полежал немножко, а потом странно залывался и сел обратно. И они говорят ему, что это было? А он говорит, ну вы тут сидите и спорите, кому принадлежит Земля? Я решил спросить, что она думает? Она смеется. Дедушка, почему Земля смеется? А бединен отвечает, потому что на самом деле, ну, весь этот спор очень странный, ведь вы же принадлежите ей, а не она вам. В Митбал нет понятия земли, которая чья-то. Да, есть такой момент, что определенные племена ближе к определенному куску географии. И в основном ресурсы, потому что там источники, потому что там они знают, где можно поднять какой-то урожай, что такого. Кроме этого, племенная память. Ведь здесь ходили мои дедушки и так далее, и так далее. Но принадлежность, как сегодня, вот давайте распишем землю на квадратики и каждый квадратик. Это не совсем так. Это не совсем так работало в Митбал. Митбал — это горизонт и движение, и кочевный образ жизни. Где мы когда-то были, из которого мы когда-то вышли. Мы изменились, мы осели, мы сделали остановку. Но те ценности, с которыми мы когда-то ходили по Митбал, остались с нами. И все еще во многом существует этот день тоже. Есть некая разница. Пример этого, насколько вот мы осели, а Митбал остался, есть в следующем тексте. Возможно, хотя это был мой падающий телефон, возможно, что когда-то, я вам уже что-то про это рассказывал, но я не думаю, секунду, текст небольшой. Вот он. Он из Киелим, из Псомов, который по традиции написал царь Давид. А царь Давид жил вот здесь. Где здесь? Вот здесь. Сверху, на холме, город, который называется по-русски Вифлеем, она в рите Бетлехем, дом хлеба. И из этого города, из Бетлехем, можно увидеть, что опускается ущелье, опускается долина. Идет в сторону. Здесь из окна не очень видно, но уже там за углом, это Митбал Юда, это юидейская пустыня. Ущелье, которое под окном, называется Нахатко, ущелье Тко. И есть еще несколько таких же, которые с Бетлехем и идут на восток. Царь Давид, который родился Бетлехем и жил там 3000 лет назад, он был пастухом. Это значит, что утром, когда семья проснулась и каждый пошел заниматься каким-то обязанностями, он взял, брал коз и овец и выходил в Митбал, выходил сюда. Как бы братья ходили по полям и так далее. И царь Давид, когда он же царь и так далее, пишет следующий текст, который немножко известен в мире, его часто показывают в американских всяких фильмах. Но когда ты его читаешь издалека, и не на иврите, он теряет вновь свою сущность. А здесь и да на иврите, он про нас. И про этот пейзаж, и про Митбал. Из Молы Давида, песня Давида. Всевышний мой пастух, и я не буду в недостатке. Ребята через ущелья, бедуины, все же сегодня, каждое утро выходят со стадами в ущелье. Совсем как царь Давид 3000 лет назад. Всевышний мой пастух, и у меня не будет недостатка. Если мой сосед через ущелье, он хороший пастух, ой, секунду, что произошло, что-то произошло, что-то произошло. А, я вернулся. Я вернулся, я вернулся. Если мой сосед через ущелье, он хороший пастух, то его стадо будет в достатке, и все будет хорошо, это будет шакарный шагин. Он положит меня, ставит меня в оазисах травы. Звучит немножко, может быть, странно, или понятно. Окей, пустыня, у меня есть оазис травы. Здесь, живя здесь, летом, сейчас зелена, вы видели только что, но летом вся эта зелень высыхает. Кроме небольших таких вот заплаток, зелененьких точек пейзажа, здесь какой-то микро-родничок, и там все еще растет свежая трава. И если мой сосед через ущелье хороший пастух, он привезет свое стадо именно туда. Будет везти, в Салом Давида 22, то, что он сказал, будет везти меня по тихим водам. Почему тихие воды? Во-первых, вода, понятно, хорошая вещь. Тихие воды, потому что в ущельях бывают наводнения. Зимой, когда идут дожди, вода стекается в центральное ущелье, и там опасно быть. Тихая вода, хорошо. Наводнение, плохо, так можно погибнуть. На все еще, вероятно, будет радовать мою душу. И будет водить меня кругами справедливости ради своего имени. Круги справедливости звучит красиво. Круги справедливости вам. Просыпается мой сосед утром, берет свое стадо, вечером возвращается на то же место. То, что он сделал, это круг. Если он хороший пастух, он сделал хороший круг, справедливый круг. Все его овцы и козы вернулись домой, сытые и довольные в безопасности. Если он так себе пастух, то есть круг появился так себе. И даже если я буду идти в ущелье тени смерти, я не буду бояться зла. Ущелье тени смерти. И здесь две вещи, два объяснения. Объяснение номер один, это то, что это тень в пустыне, в Мидбай, это хорошая вещь по определению. Понятно, здесь солнце летом ужас ужасный, сложно, и поэтому любая тень, это прям на вес золота. Ущелье тени смерти, тень смерти не бывает. Может быть, то, что царь Давид хочет здесь сделать, это подчеркнуть, что даже во времена, когда происходит такая беда, которая просто не может быть, тень смерти, даже тогда я не буду бояться зла, потому что Всевышний со мной. Но есть еще вариант. А еще вариант говорит следующую вещь. Зимой, несколько раз зиму, совсем как в ведунских историях, секунду назад, идут тяжелые дожди. А это значит, что через пять секунд наводнения. А такой дождь, у него часто есть свое определенное облако, своя определенная туча, что-то очень черное. Ты смотришь на нее, ты понимаешь, что эта тень, она особенная. И когда ты видишь эту тень, не будь в ущелье. Очень скоро понесет вода. Даже когда я пойду в ущелье Тени Смерти, я не буду бояться зла, потому что ты со мной. Меня будут успокаивать твой посох, но здесь шевит и мишэнет. Это два слова той же вещи. Тот же посох, но иногда он шевит, это посох, который он погоняет, иногда он мишэнет, это посох, на который прислоняются. Так или иначе, он будет меня успокаивать. Такой подход и такой подход. И ты откроешь передо мной стол против моих врагов. Опять, звучит красиво. Пустойное гостеприимство. Ты пришел и ты стал гостем у любого бедуина здесь все еще. Чуть ниже мучеря, не дабы. И он, во-первых, тебя накормит, а во-вторых, будет тебя защищать. Это закон не дабы. Когда к тебе пришел гость, во-первых, корми и всячески разликай, во-трых, защищай его. Его враги становятся твоими врагами. Ты промыл мою голову маслом, ты наполнил мой стакан водой, что в пустыне опять. Признак очень хорошего гостеприимства. Ахто быхэс билдэфу николами хаяи. Всю мою жизнь за мной будут идти только добро и милосердие. Я сидел в Доме Всевышнего на протяжении дней. Это царь добит три тысячи лет назад. Мы уже не кочевники тогда, мы уже пришли, мы уже вышли из мидбал. Но мидбал и жизнь мидбал и знакомство с этим пейзажем сопровождает его и дальше. И ценности, про которые проговорил Сакуна назад. Не бойся, держись, держись своих, своего племени и так далее. Это что-то, что идет с нами с тех пор. Что еще я вам скажу? Я вам скажу две вещи. Я вам скажу три вещи, а потом мы закончим. Первая вещь, это еще одно стихотворение. Маша, сейчас радуйся, если ты все еще здесь. Когда я по-настоящему в мидбал с людьми, я его включаю и перевожу на ходу, но здесь тяжело переводить на ходу, поэтому я вам его просто прочитаю как стихотворение, без музыки, знаете, что оно есть. Стихотворение называется Майн Метукин. Буквально, саприто, сладкая вода, но имеется в виду пресная вода, хорошая вода для питья. Стихотворение пишет человек, которого звали Мэйл Эль, и он был супер поэтом, музыкантом здесь лет 20 назад. Его никто не понимал при жизни, но он скончался и сразу стал неким местным бог Диленом с очень глубокими и странными текстами. Среди всех остальных текстов у него есть вот это тоже. Как мы сегодня стали немножко в симбиозе с мидбал, несмотря на все трудности, с которыми мы здесь сталкиваемся. Арубати какерец мидбал, Мэя базлублена ана как зимля мидбал. Не митмасэр эткал אם בכלל. Мэддайотса лихко есть левопши аддайотса. Лиццегот שלי не кал. Самилим спектаклем ана незритцем и не додоле. Афило шеручал отеквар духа коль гиноним шел мхазер. Ида жкак дана мина уж хочет она отталкивает все ухаживания. Давка аз ани робот ай именно тогда я люблю ее еще больше. Арубати эрец мидбал. Моя возлюбленная она как земля мидбал. Ешбан никойон будет в отцах. В ней есть чистая и блестящая чистота. Ше им ани мэт мил ухлах афилу ше луцар тихвар луцет литкар литкар емен оттагда ялюблю ее еще больше. Елена אוהבת כשאני מדבר и אומרת ше ани мишкар афилу бештиккар кмол лошад афилу лук ана нилубит кгдай габдю ана габдит што я лугу ябман обрад джам молча кгбут я нисто джам плевкан и она найдет во мне пресную воду сладкую воду моя возлюбленная она как земля мигбал она колит как кремень она жжет как скорпион она пронизает кости как холодный восточный ветер если вы когда-то испытали его на себе холодно и даже когда она меня наконец-то хочет она сушит меня чтобы увидеть именно тогда я люблю ее еще больше мы ходим 40 лет условно и помидбал и за эти 40 лет мы изменились мы научились видеть его и понимать что на самом деле не пустыня в нем есть очень много чего мы стали частью этой вселенной этого пейзажа мы стали крепче мы стали сильнее мы стали решительнее настойчивее мы поняли что по-настоящему важно а что не очень и посылает своих разведчиков сюда внутрь и они ходят какое-то время и возвращаются первые разведчики 40 лет до этого сам был одним из них вернулись и сказали две вещи помните первая вещь земля которая течет молоком и медом а вторая вещь которую новый лидер народа не сказал и поэтому он лидер народа земля которая поедает тех кто на ней сидит сейчас вот эти вот новые разведчики им было плохо предыдущим было потрясающе этим было тяжело за ними гнались их пытались убить и должны были спасаться лазили по стены бегали по горам воевали а потом возвращаться к народу и когда сидит юшуа и сидит народ перед ним и спрашивает юшуа ну как они говорят легко пойдем и народ такой пойдем идем а дальше все на самом деле сложно прям сложно но для нас нет почему потому что мы прошли через медбан и где-то сказали наши мудрецы в древние времена что только человек который сделал себя ивкел через секунду что это как медбан может получить торт может получить мудрость ивкел это что-то что ничему не принадлежит по определению воздух облако песчинка что-то что никому не принадлежит и только человек который сделал себя настолько свободным открыт для мудрости мы прошли через медбан и стали другим и несмотря на то что сложности не те же сложности мы идем сквозь них мораль этой истории которую я вам здесь. Моисей и его разведчики, Йошуа и его разведчики. Первый раз грустно, второй раз пойдем. Примерно в следующем. Не примерно. Точно. Эта земля, несмотря на то, что прошло 3000 лет, она все еще ровно такая же. Она и то, и другое, одновременно. Она и течет молоком и медом, и кушает тех, кто на ней сидит. Подумайте о своих друзьях, родственниках, которых вы знаете в Израиле. Для кого-то лучше нет на планете Земля места, кому-то ад на Земле. Она все еще и то, и другое. Разница не в ней. Разница в тебе. Если ты пришел, ты понимаешь почему и куда и зачем. Если ты связан с ней, если ты чувствуешь ее, как свою племенную Землю, ничего не страшно. Там могут быть иранские ракеты, или какая-то там экономика нефункционирующая, или какой-то там коронавирус. Вообще не пройдем. Чуть секунду к слову пройдем. У нас есть поговорка здесь. Мы пришли фараона, мы перейдем это тоже. Легко. Если ты не совсем идешь именно сюда, то она с есть. То здесь ты будешь видеть только самое худшее, только самое тяжелое, а оно прям тяжелое. И тогда тебя смоет. И поэтому мой совет вам, который частью из вас здесь я уже давал, может даже не раз. Если вы думаете о продолжении своей жизни здесь, подумайте о якоре, который будет связывать вас именно с этим местом. не уезжайте откуда-то, а приезжайте сюда. И тогда она течет малковым водом. И тогда никакой ветер, каким бы сильным он не дул, вас отсюда не смотит. Когда мы ходили кругами после Египта, мы могли остановиться везде. И, наверное, кто-то из нас остановился везде. Но кто-то нет. И те из нас, кто дошли сюда, только что я вам рассказал, пришли и жили, и несмотря на все. И всю эту историю мы рассказываем друг другу каждый год. Я уже говорил вам в одной из первых бесед, что, помните, в евреев нет истории в евреев памяти, но я сказал, что каждый еврейский праздник это на самом деле окно во времени. Мы живем сейчас в 2020 году, а потом нажимаем некую паузу и открываем окошко. И это окошко, через него мы заходим в другое время, в определенное событие нашего прошлого, нашей памяти. Центральное событие, основополагающее событие. Только что был Пурим, и мы были в Древней Персии с традицией Стелл. Сейчас Песах, и мы выходим из Египта каждый год. Цикл идет кругами. И вот опять он повторяется, вот мы опять выходим из Египта. Через полтора дня мы садимся в вечер, мы читаем окошко, истории исхода из Египта. Окошко бывает разное, в разных стилях. Это окошко комикс. Увидите ее, она мега потрясающая. И когда ты открываешь окошко, у тебя где-то там дальше есть следующее высказывание. в каждом поколении и поколении, пресков спас Всевышний. Но нас тоже он спас вместе с ними. Потому что сказано, и нас он вывел оттуда, для того, чтобы привезти нас и дать нам ту землю, которую он обещал нашим отцам. Земля, которая здесь видала меня из окна. Есть некий рисунок. Помните, когда комикс? Так что видите, это выглядит вот так. Это на самом деле рука, которая держит как бы какой-то ифон, какой-то смартфон. Может быть, это селфи мальчика, который на первом плане, не знаю, но увидите, что у него за спиной стоит полно народов, которые разные. Они одеты по-разному, они из разных периодов, они выглядят по-разному. Кто-то темненький, кто-то светленький. Их куча-кучная. Мы с вами уже говорили про все эти поколения евреев, разбросанных по свету, и то, что с вами происходит. И на самом деле они бесконечные, они идут далеко-далеко-далеко. И все эти люди стоят в море, которое открылось, выходят из рабства на свободу. И через полтора дня этот момент, который мы переживаем здесь коллективно, и не только здесь. Еврейский народ где бы он ни был останавливается и отмечает. Кто-то традиционно сагадой, со всем текстом, кто-то символично. Но на Песах я сомневаюсь, если человек, который определяет себя как еврей и не останавливается на секунду, поразмыслить об исходе из рабства на свободу, о переходе через Мирбайл, и о том, что все, вот это вот, это не просто так. Вот. Я надеюсь, что послезавтра вечером у вас получится сделать то же самое. Становиться и задуматься немножко, даже если коронавирус и карантин уйдет. Мы перешли в рога, мы перейдем это тоже. Наша следующая встреча взмет нас уже в другое время, ближе к нашим дням. Наша следующая встреча это 30-е и 40-е годы, это восстание еврейских подборщиков против английской империи. Восстание, которое заканчивается победой и провозглашение независимости, опять из рабства, свободы по многому. А потом, последнюю же из этой серии бесед, почему же они все-таки назвали вот элевиром, провозглашение независимости и в чем настоящий смысл названия того города там. А пока что я вас люблю, спасибо большое. Если все, то все. Если пообщаться и позадать вопросы, то я еще здесь, потому что неожиданно это не взвало час 29 минут и 45 секунд и чуть меньше. Люблю, внимаю, островски ушел не прощавшись. Вот. И хорошего праздника нам всем, где бы мы ни были, здесь или не здесь. Хак самях. Вот. Официальное все. А неофициально, привет как жизнь. Можете включить себе микрофон и тогда я буду вас слышать. Эй! Привет, Боря! Привет! Как неожиданно! Боря, познакомься с моей женой! Привет! Ал, привет! Добрый день! Это просто неожиданно было. Камера, камера не закрывает. Привет! 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 Неожиданно. Очень интересно, как всегда. Спасибо, приходи опять. А евреи делали 20 остановок в пустыне по два года на каждую примерно. Было куча остановок в пустыне. На самом деле, если я не ошибаюсь, даже в Википедии, просто в статье происходит с Египта, у тебя есть целый список, сколько остановок мы делали и что с нами там происходило. Не то, что мы 40 лет марафоном, вот так вот. Были остановки, была целая драма, встречи со всякими людьми, встречи с вами с собой, мы всегда спорим. Короче, много сил. Да, делали остановки. Аня, Ген, привет, ты опять здесь. Игорь из Одессы сказал, что делали 42, как смысл жизни. Долин, а давай еще какую-то бедуинскую историю. Пожалуйста. Это Маша. Маша живет в Телевриве не так далеко от Эхадемил Казыц. У Маши на стене висит фотография Golden Nail. Маша поет песни и вообще. Маша, специально для тебя еще одна бедуинская история, которая с длинной по-настоящему, в настоящей жизни, как бы сидят бедуины в шатре. Какой фильм рекомендуешь про выход из пы? Секунду. Из пустыни. Дисневский. Серьезно, Принц Египта? Честно. Есть три, как бы, мегафильма про нас в пустыне. Один из них, это, как он называется, Эксидут? Честно, не помню. Исход. Ридли Скотта. Да, вот. Прям эпический такой вот Моисей и все дела. Другой относился недавно, там, где играл мальчик из Бэтмена. Это было очень странно. Бэтмен, как Моисей. Но там вообще странно. Кристен Бэй, так, по-моему. Есть Принц Египта-Дисневский, он очень милый. Но, в принципе, я, ну, не знаю, как правильно сказать. Оно все хорошо и красиво, но на самом деле есть такая вот немножко странная вещь, что ты не выходишь из пустыни по-настоящему и когда? Если у тебя получилось походить немножко по пустыне, вот Маша там кивает, то она остается с тобой. И то, что ты в ней научился, она идет с тобой дальше. То есть, цель не уйти из пустыни, цель пройти через пустыню и научиться от нее чему-то. Когда мы пришли сюда, мы тоже не вышли из пустыни, на самом деле. Половина этой земли это ведь вам. Вот. Не надо из нее уходить, надо в нее приходить. Так вот, то, что я тебе начал говорить, Маша, это то, как оно бывает часто, сидят в бедуинах вместе и понеслось. И это история в историю, в историю, в историю, в историю. Как Тысяча и Одна Ночь. Ты читаешь, ты делаешь, ты не понимаешь, где одна начинается, другая заканчивается. Есть как бы мета-история, которая всех описывает. Она длинная, 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 длинная. И проскакивая весь дикий эпос, который идет до следующего, это пять предложений, специальная вот история для тебя, которая говорит примерно следующие вещи. В конечном итоге, бла-бла-бла, мальчик пережил разные приключения пока-пока, полюбил девочку. Они оба бедуина в пустыне, понятно, что он с ней особенно словом не переговаривал, но немножко увидел, как она живет, как она делает вещи и так далее. В скобках у нас та же самая история. нашей праматери, которая там колодцы, вода, я тебя обращу, водой и так далее. Короче, полюбил он ее. И послал посланца к ней, не к родителям. Готова ли ты, чтобы я начал официальный процесс? И она ему отвечает, тоже как бы в записке, ну, в принципе, готова, но у меня есть условия. А условия это то, что ты выгнал свою мать из дому. У него, в общем-то, живет его престарелая мать и, ну, живет с ним. И девочка ему говорит, ну, как бы, она так себе мне нравится, она будет делать на головной упор и вообще фу-фу-фу. Если ты выгоняешь свою мать, то, да, ну, в принципе, окей. А он отвечает вот таким стихотворением. Опять, вечера в пустыне долгие, сидят они вокруг костра и появляется еще одна история об истории, где сейчас четыре часа читается стихотворение, которое он девочке написал, бла-бла-бла-бла-бла. Суть стихотворения это то, что моя мать радуется мне, как только она видит меня где-то на горизонте, а красивая женщина будет радоваться только своей красоте, что такое. И моя мать уже ухаживает за мной целую жизнь, а моя будущая жена, я не знаю, как она будет ухаживать за мной дальше. моя мать носила меня девять месяцев, ну, понятно, бла-бла-бла-бла, короче, нет, никого я не выгоню, и вообще, ты так себе девочка, фу-фу, все. Она отвечает, знаешь, как раз то, что я хотела тебя услышать, и на самом деле, ты молодец, и да, конечно, начинай официальный процесс, потому что, ну, я хочу, чтобы мои дети, будущие, выросли вот в этом вот духе, и если это то, чему ты их научишь, то все окей, и как бы галочка, и ты молодец, и она. Вот. А потом еще шесть часов истории, пока там есть свадьба где-то посередине. А потом все просто заснули, так что истории даже не кончились по-настоящему, в следующий вечер продолжение следует. Вот. А, я знаю, что я должен ответить тебе на вопросы, я только увидел сегодня, и все еще торможу. Орь, как там Ктанфус? Ктанфус молодец, он линяет, как я не знаю что. Какое точно год евреи становятся рабами? Секунду. Какой точный год евреи становятся рабами в Египте по Торе, сколько лет были? Окей, собака. Точного года нет. Точного года нет, во многом, потому что, ну, опять, это некий момент памяти, точные даты не имеют большой важности. Где-то дальше в истории, уже сильно дальше, мы уже пришли, у нас уже царство, появляются некие отметки времени, в третий год такого-то царя, или что-то такое. Но до этого, когда мы ходим по всяким пустыням, времени нет. Нет указаний периода, эпохи и так далее. Это дальние воспоминания, совсем как, если я спрошу у кого-то из вас, в каком году ваш прадедушка стал, не знаю, главным инженером незначимого. Не знаю! Но история, которая идет в семье, это то, сейчас, секунду, это газели на царь, это то, что история произошла. Нет точности формата, а сама суть истории. Сколько были, по традиции, 400 лет, но опять, 400, немножко как 40. Куча времени. Пришли всякие ученые и начали копаться во всем этом. Одна из вещей, которые они пытаются сделать, это найти, где мы именно ходили, и археологические следы того, что мы реально ходили по пустыне, ничего не нашли. А другая, это сделать некую периодизацию. И сегодня принято думать, что если мы действительно когда-то выходили из Египта, это произошло в XII веке до Новой Эры. И пришли мы сюда тоже примерно в то же время. Есть разные такие микро-намеки на то, что действительно были мы в Египте, или как минимум египтяне знали, что мы существуем. А в любом случае, мы до сюда приходим тогда. То есть примерно в минус XIII век появляемся мы. И мы, да, появляемся с Востока, как написано, мы появляемся как кочевники, потихоньку заселяя эту местность и немножко враждуя, наталкивая народности, которые здесь сидели. Как написано в Торе. Так что это про точные годы и так далее. И опять, в племенной памяти нет понятия точного года. Ни у нас, ни у всех предыдущих племен из предыдущих бесед. А я Эля и Газели на Цви. Евреи кушали и только рыбовались. Если ты смог его словить, ты его ем. Раздвоенные копыта и жуют жвачку. По-моему, они оба отвечают на параметры. Ну, горный козел и горный козел. Коза, так что на здоровье. Цви, по-моему, тоже на здоровье. Но опять, нужно было догнать. Не знаю, вкусно или невкусно. Одна из причин, потому... Ага, понятно, плюс, наверное, когда попадают в Египет, по-теории. Опять, по-теории непонятно, когда попадают. Если ты суммируешь всякие поздние пересечения времени и так далее, ты, да, получаешь примерно оно. То есть, да, туда. Минус 1600 примерно. Но, как я сказал, то, что мы были 400 лет в Египте, 400 – это условная цифра. Много. поколения. Сколько поколений? Может, три, а может, двадцать. Непонятно. Много-много-много времени. Вот. Я что-то, Маша, по-моему, говорил тебе, но я забыл, что. Спасибо. С радостью. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что я вам еще скажу интересного? Это такая классная ГДА. Вы должны ее себе достать. ГДА-комикс, она есть по-английски тоже. Она лучшая из вещей, которая существует в этом мире. Как пример. Хотя я вам уже один показал. Но секунду, секунду, секунду. Два примера, если найду. Борь, ты не гудо напеваешь? Да. Примерно. Текст. Текст. Сагады. И она, которая выстроила, она сила Всевышнего, присутствия Всевышнего, сам Всевышний, которая выстроила и защищала наших предков и нас, потому что не только один, кто от Кавдата пытался нас уничтожить, Но каждое поколение пытается нас уничтожить, если Всевышний спасает нас от них. А рисунок показывает следующее. Не знаю, сколько вы сможете рассмотреть, но вот вам человек, а он на самом деле в ГУЛАГе, и он говорит что-то такое же, обращается к кому-то и говорит, ну это еще ничего, ведь каждое поколение стоит кто-то и пытается нас уничтожить. И вот видите, разные так себе дяди из еврейской истории. Второй слева, римский легионер, если что. Но в конечном итоге все окей, и все как бы хорошо заканчивается, потому что Всевышний вспомогает и так далее. Вдруг она становится фотографией освобождения из ГУЛАГа, которая достается из кармана здесь в Израиле, где-то в кибуце, когда кто-то вот работает тут среди каких-то деревьев. Так что вот, ням. А еще... Если бы Всевышний не вывел это вутену в Витцаем наших предков из Египта, то тогда мы и наши дети, и дети наших детей были бы рабами фарона в Египте. Если бы Всевышний не вывел нас из Египта, и вот вы видите пустую дорогу, где никого нет, то были бы еще рабами в Египте. Мы и наши дети, и дети наших детей и так далее. И вот вы видите, что мы как бы все еще рабы в Египте, только оно уже в кубикус такое вот. И мы сидим перед экранами, и какой-то злой египтянин размахивает кулаком, и как бы делается так-то. Вот большой босс. Видите, большой босс, он тоже из них. Вот, наш почему-то плохой. Плохой пример. Извини. Выходи из своего Египта, Маша. Ну, а года прекрасные. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Сейчас тут всякие тексты, но я их просто пропускаю. Секунду, секунду, секунду. Может ли Ктанфос вести половину следующего занятия с тобой вместе? Я могу у него попросить. Когда Zoom не знаю, я бы... Окей, да, с тобой. Проблема в них, это то, что они двигаются и издают звуки. И требуют внимания. Каждый по-своему. Если Ктанфос еще могу как-то, типа, ну, Ктанфос потом-то, ну, а это... Нет. Я могу попытаться, может быть, интересно. Что еще вам скажу? Ну, пообщайтесь со мной, чего думать. Алла, как твоя масса? Алла здесь сверху, ну, у меня сверху. Она на массе в Овелим. Она приземлилась, и четыре часа после этого начался общий карантин всего. Так что ее вся масса проходит вот в этой комнате, которую вы там видите примерно. Да, у нас... Мы живем... Я себя не слышу, но, в общем, мы живем... У нас сорок человек в одном большом саду. Мы можем выходить гулять, но больше не с кем общаться. И все. И мы учим английский. Вот так весело живем. А, и еще мы пытаемся учить иврит. Это все, что мы делаем целыми днями. Поэтому спасибо тебе за твои лекции. Это просто свежий глоток воздуха. Существований. Да. Если кто тоже на массе и грустит, пишите. У вас есть вообще какие-то собрания у вас вместе официальные? Или вы все время в разброс? Официально нельзя же больше пяти, больше двух собираться. Вот я и спрашиваю, как оно работает. То есть вас просто не собирают эту группу вообще никак, даже если вы на расстоянии метров друг от друга ничего? Нет, официально не собирают. Неофициально? Давай. Но я думаю, это у всех все так. Нет? Ну, просто из-за того, что мы не в городе сидим, у нас есть преимущества. И это классно. То, что мы можем собираться в лесу, еще где-то, здесь в офисе. Так что вот. Я не знаю, как остальные, но да. Нет, мы не с первой недели, мы успели съездить в Тель-Авив. Так что... На выборы. Хоть что-то. Хоть что-то. Ой. Говорят, как оно будет дальше. То есть, ну, если вы сейчас три с половиной месяца вот так просидите, вам могут продлить программу или что-то, или... Я без понятия. Я не знаю даже, как у остальных, мне вот интересно, если у кого-то закончилась же в марте, допустим, программа, или в апреле. Что с ними произошло, с этими людьми? Нам ничего не говорят. Ну, то есть, пока непонятно. Ну, все, будем смотреть, что дальше. Пока все образование в формате онлайн. Выходить никуда нельзя. Ничего делать нельзя. Собираться тоже нельзя. Врачи тоже сидят и ждут у моря погоды, и в прямом смысле у моря в Киратьяне без экзамена. Врачи, которые уже, ну, готовы к экзамену, то есть, уже все, только экзамен ждете, или... Полностью готовы. Есть слухи о том, что вас... Грустно. Есть слухи о том, что вас хотят задействовать, как бы без экзамена, без ничего, что такое у меня пролетело над головой, или вообще ничего, сидите и все. Врачи замолчали. Если у меня хода не болит. Удачи. Зато вы счастливые люди, которые могут выйти на 100 метров от своего дома в пустыню, либо в лес, или в сад, потому что есть люди, замкнутые в четырех стенах. Да, я в инстаграме слежу за кучей людей, кто на массе, и каждый день просто у меня слезы на глазах от того, как люди извращаются, пытаются себя развлекать в четырех стенах даже, то есть берут друг у друга собачек погулять или еще что-то такое. Это очень грустно. У нас есть хотя бы сад большой, в котором, типа, попытались создать все зоны Израиля, тут есть, типа, кусочек пустыни, кусочек леса, кусочек чего-то, и кактусы, и сосны, и все рядом, это красиво. Это очень мило. А на какой ты массе? Это колледж Араним около Хайфы, около города Кириат-Тивон. Вот. Я ничего о нем не знала и до сих пор особо ничего не знаю о нем. Так что вот. Вот и все. Боря, я еще так не прочитала книжки, которые ты скинул. Я почти до середины дочитала биографию Голда Мэйр, и все. И дальше что-то не идет. А, я начала учить испанский с горя. Так что вот. То есть лекция, про которую говорил Ровик, которая на испанском, она актуальна для тебя? Актуальна. Нет, я начала учить ее неделю назад из-за того, что половина людей, с которыми мы застряли здесь, это испанцы. Ну, испаноговорящие. И это делает, как бы, ситуацию еще более веселой. Так что вот, приходится учить. На вопрос в чате. Окей, больше вопросов наверняка из тех, которые через археологию пытаются доказать истинность в пустыне, что-то нашли. Глобально нет. Есть всякие идеи и всякие подходы. Если честно, те, кто особенно, как бы, с душой копался во всей этой теме в пустыне, это разнообразные европейские, в основном английские археологи, слэш-приключенщики, где-то в трапах войны XIX и самое начало XX века. Ходили в пустыню, и им было принципиально важно найти и подтвердить, в основном, потому что это подтверждало их христианство. Типа, если вот все это древнее происходило, то, как бы, логическая такая цепочка, все так и есть. Но так себя находили. А теории, всяких идей было полным-полно и прям, ну, много всего. Есть две интересные вещи, которые нашли, одна, совсем недавно. Совсем недавно, ну, два-три месяца назад опубликовали, что где-то в Саудовской Аравии нашли надписи на Древнем Агрите где-то на скале. И сразу, как бы, интерпретация, которая была озвучена, это то, что вот мы нашли, вот поход Древних Агрев в пустыне. Надписи на Древнем Агрите на скале в пустыне в Саудовской Аравии. Были евреи в Саудовской Аравии тоже, на Аравийском полуострове тоже. Не обязательно. Но есть на границе с Египтом гора. Через секунду что-то, может быть, здесь про нее пришлю. И там найдены разные интересные рисунки на скале на камне. И есть некий вариант, что эта гора и есть Синайская гора из истории исхода. Потому что то, что мы сегодня называем Синайская гора в Синайской пустыне, это не обязательно, но есть гора в Синайской пустыне, которая называется Синайская гора, и так далее, и так далее. Сейчас, секунду, сейчас, секунду, еще, еще, еще. Что, кто? Какая-то, короче, есть гора, которая вроде как там ходил Моисей и все такое. Да, но опять, ничего не подтверждено, это все просто красивые истории. И, как я уже сказал, западное мышление, мышление в 21 веке, очень активно пытается подтвердить и найти, и вот она надпись, вот он камень, вот явно оно здесь. Но такое вот более историческое, более племенное мышление, это то, что у нас, говорит, что важна сама история, а не конкретные даты и факты, и так далее. Подтверждать ничего не нужно, потому что, конечно, так было. Если бы не было, рассказывали бы. Хал-Кал-Кум называется та гора, которую я сейчас пытаюсь найти безуспешно. Хал-Кум. Боля, а где выучить историю близкого народа, как ты, или хотя бы примерно как ты? Да, Джабль-Муса. Это то, что на других языках, которые неарабски называются, Синайская гора сегодня. Джабль-Муса значит гора Моисея в Синае. И то, про что я говорил, гора с рисунками здесь, в Израиле, в Негеве, на границе Синае, называется гора Карком, где выучить историю еврейского народа, читать и много, и долго. И с людьми общаться, и смотреть сквозь тексты. В смысле того, что ты находишь какую-то там, не знаю, историю евреев Испании, но это повесится как скучно, это все в датах, а потом пришел такой-то. Смотреть сквозь тексты и видеть, ну, людей, драму и события, которые происходят. Видеть это как пережитая жизнь, а не как собрание каких-то фактов. И тогда становится прям очень интересно. Что читать именно? Все читать именно. Тут есть Алла, которая сбросила всякие книжки. Можешь начать с книги Golden Mail, если хочешь. Просто потому, что я люблю. Где купить такую Агаду? Она, на самом деле, есть в любом книжном магазине. Проблема в том, что книжных магазинов нет. И поэтому, я думаю, что можно попытаться где-то заказать. Может быть, можно их скачать. Не знаю. Но когда, как только книжный магазин появится, можно к нему пойти. Секунду. И-и-и-и-и. Я знаю, что у ребят, которые создали, они в Фейсбуке существуют. И можно как-то с ними там пообщаться, у них там что-то перечитать. И как минимум, видеть часть. Там часть рисунка публикуется. Просто как бы комикс, 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 комикс. Да, что такое? Вот. И она появится. Что еще, что еще, что еще здесь? Может быть, еще какой-то контакт, не знаю что. Пока-пока-пока. Вот. А Шеалаим? Это период сорока лет или гораздо позже? Шеалаим. Я не уверен, про что ты сейчас говоришь со мной, поэтому я могу тебе ответить. Не знаю. Боря, подожди, ты имеешь в виду то, что в долине Эля, царь Давид, собака. Да. Хлбот Каяфа. Окей. Это не период сорок лет. Мы уже пришли. Царь Давид уже здесь, но он еще не царь. Это значит, что примерно минус тысяча с копейкой город уже стоит. И он появляется в нашей памяти именно тогда. Царь Давид. Нет, царь. Давид из Байтлехиум идет к своим братьям, которые на войне против листимлян. Видит, что стоит посреди, между армиями большой и сильный Галиаф и призывает на собой. И плохо про нас говорит. Идет и побеждает. История, которую мы знаем. Но израильская армия, мы кучкуемся вокруг города, который называется Шеалаим. И он сегодня открыт. И вполне себе существует. Можно пойти на него посмотреть. И действительно, две ворота. Две ворота. Не знаю, как правильно сказать. Две пары ворот. И прям вау. Он рядом с Аллой, кстати, кажется. Не, не совсем. Возле... 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 Неважно. Возле Бейчемич. История Бейчемич. Недалеко оттуда. Вот. Пока-пока-пока. Будешь переводить свою книгу на русский? Не знаю. Я точно не буду. Если кто-то за это возьмется, как-то договоримся, не знаю что. То есть люди, с которыми я уже разговариваю. Но у меня нет интереса внутреннего какого-то драйва переводить на русский. На английский, да, есть. На русский не очень. Бейча Рим, это, кстати, где-то здесь рядом. Если это то, о чем речь была. Нет, это не то? Нет. А, окей, Игорь, поэтому. Бейча Рим, это действительно у тебя рядом. Прям, ну, не знаю, получится хоть бы что-то такое. Это какое-то захоронение старинное, что-то такое, да? Мне так сейчас грустно, что ты можешь быть из дома. Нельзя. Бейча Рим, это древний город. Который... На сегодняшнем в рите Бейча Рим звучит как дом-ворот. Но Ша Рим, это не только ворота, это еще единица мира, чего-то там. Сегодня, например, курс доллара Ша Рим. Бейча Рим, дом-мир. Уметься в виду, судя по всему миру урожая. Там было много поля, хорошая, как бы урожай. И со временем он стал центральным захоронением еврейского народа. Как Каливка играла в Иерусалиме, только Иерусалим был в руинах, и там нельзя было. И с третьего века хоронен Бейча Рим. Почему? Потому что там был похоронен тогдашний лидер народа. Иудана Си, не принципиально, рядом с ним. И так получилось, что если Бейча Рим стоит на холме, то холм изнутри пустой. В нем есть огромные залы. И проходы, и помещения, и лавринты. И это совершенно-свторшенно потрясающе. И это выглядит немножко, как будто Толкин это все придумал. И он прямо вау. Вот, Бейча Рим. Ну, Ша Раим, тоже слово, другой смысл, другое место. Понятно, спасибо. Я теперь еще больше жалею о том, что я на карантине. Тем более, это несколько километров отсюда. Не сбежать никак, ладно, не важно, не беги. Сиди дома. Я тебе картинки пришлю. Очень. Ладно, я надеюсь, что все закончится, и мы все будем бегать по пейзажу. Грустно. Вот. Мне нужно освободить эфир на самом деле. Потому что кто-то его сейчас займет, я думаю. Поэтому целую, обнимаю. Аля, прямо сейчас отвечу на твои вопросы. И всем привет и так далее. Сам спасибо. Спасибо, Боря. Ты мне еще песня должна, Маша. Загляни в Телеграм. Окей. Загляну. Спасибо огромное. Ответы жду. Пока-пока-пока. Спасибо, Боря. Пока-пока-пока. Делай этого. Пожалуйста. Самый идеал этого. Субтитры сделал DimaTorzok